всем привет сегодня я покажу легкий быстрый способ как сделать естественную красивую ретушь бровей я взяла для вас вот такой вот интересный снимок тут в принципе ну довольно достаточно недостатка в базовую ретушь я уже сделала давайте я для начала для вас помечу да что я буду делать работать я буду в три этапа я вижу что на фотографии есть различие по оттенку то есть у начала брови есть такое вот пустое место и вам его отметила она отличается по оттенку там присутствуют пустоты то есть не хватает волос из этого бровь выглядит такой немножко незаконченный также в районе хвостика у нас не хватает волосинок ну и где-то в середине тоже можно добавить для того чтобы сделать бровь пошире погуще принципе красивые широкие брови да естественно не всегда придают молодости свежести виду удаляю слой и начну я с того что скорректирует цвет брови я создаю пустой слой и перевожу в режим цветность отличный режим вообще очень вам рекомендую я уже раннего показывала я часто использую своих работах для коррекции цвета чего-либо я ставлю небольшую непрозрачность небольшой нажим кисть обычная мягкая круглая она вас в основных кистях находится вот смотрите здесь у нас есть тональный крем на самой брови тонального крема естественно нет поэтому тут какой-то голубовато синеватый оттенок и он очень сильно бросается в глаза мы вот с этого участка зажимая на клавиатуре alt берем сэмпл и потихонечку на наши пустоты переносим ни в коем случае не используйте стопроцентный нажим стопроцентную непрозрачность у вас получится халяка-маляка нам такое не нужно мы аккуратненько все берем сэмпл с близлежащих участков то есть не обязательно чтобы с одного участка взяли и пошли работать нет старайтесь брать максимально близко оттенки чтобы у вас все было гармонично и чтобы это сочеталось между собой не было чтобы такого там желтая там красная здесь насыщенная кожа не имеет равномерного тона она не имеет равномерной насыщенности поэтому берите как можно больше раз сэмпл напоминаю что чтобы взять сэмпл вы зажимаете на клавиатуре alt и вот так потихоньку всю бровь я аккуратно наслаиваю эффект я выравниваю по цвету кожи до чтобы у нас все сочеталось что все было гармонично и ни в коем случае не отличалась мы в принципе уже с вами видим да что бровь стала намного лучше давайте назовем ее цвет то есть это был наш первый этап мы выровняли бровь по цвету чтобы она не отличалась дальше я хочу бровь затемнить я вам ранее уже показывал этот метод создаю я кривую выбираю палец и ищу место которое бы я хотела затемнить вот мы видим с вами ставится . на кривой я кривую тяну вниз тем самым затемняю скрываю слой под маской сочетанием клавиш control и на палитре у меня черный белый цвет выбираю обычную мягкую кисть белый проявляет черный стирает выбираю белый цвет опять оставляя небольшой нажим небольшую непрозрачность и также пустоты прохожусь теперь уже затемняющий кистью чтобы затемнить вот эти вот промежутки до между волосами чтобы бровь не была такой светлой чтобы они не сильно так отличались и опять же аккуратно прохожусь наслаиваю эффект никуда не тороплюсь в принципе у любой профессиональной ретуши рекомендуется делать все аккуратно и постепенно да не на сто процентов этот метод я вам уже показывала ранее в одном из своих видео в шорцах коротких видео так что можете посмотреть я там более подробно про него рассказала если я вспомню я вам оставлю ссылку так как вы часто меня просите показывать вам полный процесс обработки в ускоренном режиме я вам покажу как я затемнила полностью бровь так как это процесс не быстро и это заняло у меня несколько минут на видео вы посмотрите это несколько секунд в ускоренном режиме в ускоренном режиме и давайте переименуем слой назовем его темнее или затемнение чтобы потом нам не путаться и понимать где она что это второй этап давайте сделаем завершающий третий этап это прорисовка волосков есть разные методы есть разные шаблоны у ретушеров у фотографов мне они не нравятся я использую самую простую технику делается на быстро ничего там сложного нет я создаю пустой слой выбираю обычную кисть самостоятельно регулирую ее жесткость обычно я ставлю где-то 50 60 процентов этого мне вполне достаточно не на сто процентов непрозрачность и нажим я ставлю на сто процентов и зажимая вот эту галочку это важно что я делаю дальше я отрегулирую размер кисти так чтобы она совпадала с размером волоска чтобы нас точности был один в один такой же волосок как и на бровях регулирую размер зажимаем на клавиатуре alt и буду сейчас брать сэмпл с волосков сэмпл я беру ребята очень часто потому что я прорисовываю и темные волоски и посветлее и вдоль линии роста волос обязательно это прорисовываю то есть я не делаю это от балды я это делаю по линии роста волос то есть где-то у нас там не знаю вертикально где-то они наоборот укладываются вдоль где-то вот мы видим вот такое вот у них направление то есть мы задаем такое же направление которое есть изначально у бровей то есть мы не рисуем просто из головы просто ваша задача повторить имитировать те волоски которые уже есть и с помощью них заполнить пустоты но мне кажется максимально простая техника вообще ничего не сложного нету потом со временем когда вы научитесь уже рисовать эти волоски вы это будет делать за несколько секунд никакие шаблоны вам просто-напросто не будут нужны они в целом не всегда выглядят естественно насколько видел я вот видите где в хвостике у нас волоски вообще выходят за пределы да брови и вот они в хвостик уходят и так немножечко завиваются в кончик вот так и я также их чуть-чуть завиваю то есть я вот уже на планшете у меня рука уже натренированные 1 раз и за пару секунд буквально эти волоски нарисовала вот собственно говоря все техники которыми показала не рабочие конечно же под каждую фотографию нужно подстраиваться потому что ситуации бывают разные но в целом метод очень рабочий и для большинства фотографий которого будете обрабатывать подходит давайте я сейчас объединил слои в группу приближу вам бровь вот посмотрите какой результат очень красиво естественно у меня получился по моему очень здорово пишите свое мнение задавайте вопросы всем спасибо пока